Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Что делать, если не умею правильно знакомиться, находить общие с новыми людьми? Вопрос мучает меня уже долго. Сейчас я закончил первый курс в университете, мне 19 лет, но за тот год я пока остался на длинной дистанции со всеми, как с коллегами. Хотя были интересные мне люди, не из-за их прям необыкновенных интересов и достижений, а просто люди приятные по характеру, внешности, поведению. И сейчас, наверное, настолько социально не адаптированы, но мой вопрос такой. Как найти общие темы взгляды с понравившимся человеком, чтобы дали себя с друзьями или хотя бы приятелами? На обсуждении условно погоды, домашнего задания далеко не уедешь и не сблизишься. Я знаю человека, имеющего совершенно другие ценности и интересы, но он подружился со мной, банально перебираясь с этим и подряд. Все, что можно представить, иногда сильно представляет. Я вижу, как он не сразу, но откопал несколько общих точек взглядов, в которых у нас сложилось неплохое общение. Стоит действовать таким же образом? Разве это правильно? Первое, на что я бы хотел обратить ваше внимание, это на то, что вы, вот это просвучит, возможно, для нас неприятно, но вы как будто бы вот, знаете, на некоторых людей смотрите вот как будто бы, не знаю, свысока что ли. Такое у меня важное впечатление, то есть вы вроде бы говорите, что вот я социально дезаптирован, да, и хочется мне вот общаться с людьми, например. В то же время, в то же время, у меня такое ощущение, что вы смотрите высоко на некоторых людей и, на мой взгляд, это является проблемой. То есть, возможно, из-за того, что вы, ну, как-то вот себя воспринимаете не очень хорошо, вы это же проецируете на других, вот, выглядя для них, скажем так, более недоступным, чем вы на самом деле. Есть. Если это так, то, на мой взгляд, это первое, на что вам нужно обратить свое внимание. Дальше. Ну, говорить о том, правильно или неправильно поступать так, как поступил ваш знакомый, я не буду, потому что не мне. Как мне видится судить его, и, возможно, не вам. Но если вы чувствуете, что по той или иной причине вам это не подходит, если вы чувствуете, что по той или иной причине вам такая модель поведения не ок, что называется, да, то, конечно же, в этом случае вам необходимо. Другой, ну, другой подход необходим. И первое, как мне кажется, с чего можно было бы начать, это все формирование своих собственных интересов, своих собственных взглядов, своих собственных увлечений, что ли, чтобы действительно было чем с людьми делиться на самом деле. Чтобы на самом деле было, ну, о чем разговаривать. Сейчас просто у меня сложилось столько впечатлений, столько ощущений, что у вас их как будто бы либо мало, либо это находится в дефиците. Следующий важный момент – это, пожалуй, что некий стыд. То есть, вам стыдно. Вот, социальная адаптированность – это история про стыд. Как правило, это история про стыд. Эта история простая, потому что такой человек, он, вот, боится, очень сильно боится оценки, в том числе и оценки негативные. Вот, и, в общем и целом, вам нужно бы работать с этим. Поменьше, я бы сказал, поменьше думать. Есть вот сейчас такое ощущение, что думаете вы много, а мысли, они, к сожалению, склонны усложнять. То есть, чем больше человек думать, тем? Как это? О, фразы не останавливаются, потому что интеллектуальная активность, она, ну, призвана у фразы не от. То есть, интеллектуальная активность, она, в принципе, усложняет. И вам, как мне кажется, предстоит признать, что интеллектуальная активность попытка Ну, попытка контролировать, скажем так, то, что происходит. Например, с вами. А, ну, абсолютно никуда не ведет. И больше доверять своим чувствам, импульсам, интуициям. Тому, как вам хочется, тому, что вы чувствуете тогда. Следующий важный момент, это то, что вы говорите о дружбе. Вы говорите о, ну, о приятельских отношениях и, на мой взгляд, это прямо беда. Потому что, когда человек начинает использовать такие термины, то у него рождается некий образ, образ идеальных, ну, в том числе, дружеских отношений. А этот образ идеальных дружеских отношений является, к сожалению, ничем иным, как вымысло. Потому что, извините, не бывает какой-то такой вот дружбы или приятельских отношений. Не бывает, скажем так, алгоритмичных, то есть разные люди строят разные отношения. И их дружба становится такой, вот буквально такой, какой они сами ее выстраивают. Это очень важно понимать. Поэтому вам бы не преследовать цель построить дружеские отношения. Вам бы преследовать цель, ну, вот просто взаимодействовать с человеком. Просто общаться, например, это было бы куда лучше, чем то, что вы делаете сейчас. Сейчас, сейчас вы себе сами, по сути дела, вредите. Хотите вы этого или нет? На мой взгляд, это серьезная, большая проблема, на которую вам нужно обратить внимание. Когда человек пытается построить дружбу, то есть когда человек пытается построить натуральные дружеские отношения, он забывает при этом про самого человека. Это грустно, это больно, это печально, но это правда. То есть я хочу сказать сейчас, что вам необходимо вот переключиться. с стремлением выстраивать дружеские отношения на стремление просто общаться, просто взаимодействовать, просто делиться с чем-то. И все. На текущий момент вы очень сильно себе все условно. Дальше. Я думаю, что вряд ли вы будете спорить с фактом того, что вы пришли из-за определенной среды, ну вот таким, каким вы пришли. Я думаю, вы не будете, по крайней мере, я очень надеюсь, что вы не будете с этим спорить. И соответственно, ну наверно, наверно, нельзя просто взять и начать игнорировать, какие-то свои позиции, какие-то свои ценности, ну нельзя просто взять и начать это игнорировать. Я думаю, вы понимаете, что так это не работает. Поэтому очень важно прикоснуться и к этим моментам тоже. изучить и эти моментам тоже, чтобы лучше отдавать себе отсчет в том, что происходит. чтобы лучше отдавать себе отсчет в том, из чего что вытекает, так скажем. Сейчас, на мой взгляд, ничего такого вы не делаете. Понимаете, правильно, не то чтобы вы должны, я не говорю о том, что вы должны. Я говорю сейчас о том, что вам нужно сделать, что вам желательно сделать, для решения своей проблем. Не знаю, видите ли вы, замечаете ли вы или нет, но людей вы в определенный момент просто возвели какой-то культ. Естественно, я утрирую, естественно, вы имеете полное право сказать, что я утрирую, что я делаю вывод только на основании вот вашего такого высказывания и так далее. Я даже спорить здесь с вами не буду. Просто хочу вас предостеречь от того, чтобы вы этого не делали и возводили людей в культ. И если вам одиноко, если вы чувствуете себя одиноко, то в первую очередь разобраться в себе. Потому что одиночество – это непринятие чего-то в себе само. Самое главное было, если будет ваш интерес, то общее, что может быть между вами и другими людьми. Это было, есть и останется самым важным, без чего невозможно будет вам выстраивать отношения. Ведь слово «общение» происходит от общей. Если вы хотите, чтобы у вас было больше общего с, например, большим количеством людей, то вам нужно это общее развивать, наверное, в себе. И вот вопрос заключается в том, как вы это делаете и делаете ли вы это вообще? Что вам интересно, что вам нравится, что вас привлекает, увлекает. Понимаете? Вот. Это не так сложно, как вы можете заметить. Для этого нужно быть внимательным. Для этого нужно быть внимательным к себе, учиться этой внимательности. Это не всегда легко, это не всегда приятно, потому что могут скрываться вещи, которые мы пытаемся от себя скрыть. Вот. Поэтому я вас в этом смысле прекрасно понимаю. Но понимаю также и то, что другого пути нет. И именно поэтому вам нужна помощь психолога, чтобы себя разобрать. психологом. Вы же не думаете, что вот сейчас прочитаете или прослушаете ответ и сразу всё станет хорошо. Нет? Так не бывает. Поэтому нужно работать, меняться. Но меняться не означает становиться кем-то, кем вы не являетесь. Ни в коем случае. Меняться означает раскрывать себя, раскрывать свой потенциал, если угодно. Узнавать себя, если угодно. Вот. Что я имею ввиду говоря. Меняться. И конечно вы будете сталкиваться с сопротивлением. Вы будете с ним сталкиваться. Это нормально. И вот. Для того, чтобы не уйти в это сопротивление. Для того, чтобы не позволить этому сопротивлению обрести над вами власть. Вам не нужен психолог, потому что человек со стороны сможет помочь вам увидеть то, что вы бы сами, вероятно, не увидели бы. Или увидели бы, но припочли, захотели избежать или сделать вид, что этого нет. Так проще, но не решать проблем. Ваши проблемы. Вот как-то так. Вы знаете, вот эта вот идея высокомерности, которую я почувствовал, щипя ваш текст. Рискуя, ну, вызвать у вас негодование, рискуя вызвать у вас сопротивление, рискуя вызвать у вас негатив. Ну, не дает мне покой. Оказывается, что то, что вы можете сделать прямо сейчас это посмотреть. А не отстраняюсь ли я сам от тех людей, которыми так стремлюсь, не отстраняюсь ли я сам от них. А может быть, я отстраняюсь, просто я делаю это из какого-то, может быть, чувства страха. Может быть, я делаю это, потому что стесняюсь, потому что стыжусь, боюсь, опасаюсь чего-то. Понимаете, да? Вам нужно заметить это. Вам нужно увидеть это. И вы познакомитесь так или иначе. Вы познакомитесь с собой, самим лучше. А познакомитесь лучше с самим собой, вы сможете лучше же с собой обращаться. И сможете лучше использовать ваши ресурсы, ваши ценности, вашу энергию. Понимаете? И вот именно для всего этого, для реализации всего этого, вам нужен психолог. Сами вы, скорее всего, с этой задачей не справитесь. Потому что довольно легко угодить в привычную колею своего привычного мышления. И оставиться как есть. Мне об этом не хотелось. Я думаю, что и вам тоже об этом не хотелось. Так что решайте, как вы будете дальше с собой обращаться. На этом всё. Пожалуй. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Вы большой молодец, что начали об этом говорить, что подняли эту тему, что озвучили то, что вас беспокоит. Вы большой, большой молодец. Ну, теперь, следующий шаг. Выбор психолога и начало работы. Не надо думать, что с психологом вам придётся работать очень долго. Нет. Столько, сколько, например, вы захотите сами. Столько, сколько вам будет комфортно. Может быть, с какими-то перерывами. Это не проблема. Главное, чтобы работа была. Главное, чтобы вы хотели над собой работать. Мы вам в этом будем помогать. На этом всё. Удачи вам. Всего самого доброго. До новых встреч. Наше спасибо.